Здравствуйте, туристы и милитаристы. Нож, кистень, производство компании Росоружие. Длина 280 миллиметров, длина клинка 160 миллиметров, толщина клинка 5 миллиметров и вес 225 грамм, и сталь здесь И-107. Ну и, как я уже говорил, будь ты хоть трижды спецназовцем, будь ты хоть трижды суперкрутым ножом, давайте я чуть-чуть подальше отодвину, чтобы вот так вот немного было, потому что нож крупный, но, как говорится, на канале Архадыр абсолютно все ножи, самые-самые тактические, самые-самые там невероятные, попадают на кухонный тест. Я даже тяпкой чистил картошку, то есть, скажем, цель, во-первых, теста такова, если вы куда-то берете этот нож, например, в лес, нужен ли вам нож номер два для того, чтобы готовить пищу или хватит этого ножа, и сразу всем разъясняем. Мне на самом деле иногда удивляют, почему люди не понимают. В самом начале теста я прямо сейчас говорю, ребята, то, что я сейчас буду делать, это не целевое использование этого ножа, это реальный тактический боевой нож, я им сейчас буду чистить картофель, нарезать овощи и так далее, и так далее, и не надо после этого мне писать, так этот нож не для этого, а зачем ты им чистил картошку? Я только что объяснил, почему я им чистил картошку. Поехали! И тема сегодняшнего кухонного монолога прогресс. Здесь вот мне интересно именно вот это место, как оно будет, скажем, действовать в плане той же самой картошки. И огромное спасибо автору за то, что здесь оставил, ну, не продолжил серейтер до конца, оставил здесь где-то три с половиной сантиметра необработанного, абсолютно нормального рабочего обуха. Как раз на этот обух я сейчас и поставлю палец, чтобы себе не раздербанить этот самый палец о серейтер. Ну и сразу скажу, ведро картошки вы этим ножом, ребята, не начистить. То есть, не так удобно, появляется сразу же давление в предплечье, очень неравномерная такая, скажем, ну, будем считать, такая прям толстая кожура. Идет сложно именно за счет геометрии клина, за счет того, что здесь у нас получается в том месте, где я очищу, это вот здесь, в этом месте, где мы будем нарезать овощи. Посмотрите, спуск широкий, а здесь он от середины идет практически, совсем узенький, поэтому какой-то песни нет. Но сейчас мы сделаем вторую картофелину немножко иначе попробуем. То есть, а с толщиной в 5 миллиметров, вы сами понимаете, вот с таким узеньким спуском, ну какая тут может быть чистка картофеля. Я рискну и сильно не зажимая серейтер, попробую перенести вот в эту часть. Скажем так, идет бодрее, но сразу же идет давление серейтера на палец и реально можно порезаться, можно пораниться. Поэтому мы, ну вот картофельная еще такая, какая-то больная попалась с гангреной. Вот, поэтому мой вердикт такой. За картошку у нас 3 из 5 баллов. То есть, вы можете этим ножом, скажем, настрогать несколько картофелин в суп в походе, там в уху, но даже небольшую кастрюльку нарезать, это превратится реально в пытку. Вот такой получается у нас именно по картофелю вердикт. Так вот, мне нужно было тут недавно менять права. И на самом деле, я, конечно, знаю, что Эстония это, если не самая развитая, то это одна из самых развитых инфотехнологическом смысле стран в мире. То есть, Эстония, мне кажется, она даже обгоняет там Соединенные Штаты, обгоняет подавляющее большинство своих там соседок по Европе, в том числе и Латвию, Литву. То есть, у нас инфотехнологии развиты просто очень круто, и люди к этому действительно быстро привыкают. То есть, ну, например, там, я уже не говорю о том, что никто давно не платит наличкой. Все платят уже сто лет карточками. Любые действия живущий в Эстонии человек может сделать через интернет. У нас есть электронный документ, он называется ИД-карта. Значит, ИД-карта признана в Эстонии основным документом. То есть, паспорт – это рейсовый документ. Паспорт – это документ для путешествий. Зверски расколол луковицу. Ну, рассказываю дальше. То есть, все, все, ну, вот приведу именно пример, не буду там вокруг да около ходить. Мне нужно поменять права. Я в интернете захожу. А, и это ИД-карта, она имеет чип. У меня дома есть и на работе, где угодно, считыватель. Я через свой пароль захожу через ИД-карту в интернет-среду государства. Так и есть. Ну, государственная интернет-среда. И там я могу делать все, что угодно. Могу ребенка поставить на очередь в садик. Могу заказать себе новые документы. Могу посмотреть больничный. Могу сделать запрос в полицию. Там, ну, я просто… Налоговая декларация подается. Все-все-все можно сделать через интернет, кроме детей. И то, может быть, если вам требуется какое-то искусственное оплодотворение, то и это можно сделать через интернет. Не знаю. Но, так, с луком та же у нас идет история. Режет, но какой-то вот сильной бодрости не наблюдается. Ровные, достаточно ровные кубики. Но само разрезание… Вот, давайте сделаем колечками. Само разрезание, оно идет такое именно раскалывающее за счет толщины клинка. Ну, в общем, голодными вы не останетесь, но какой-то салат, действительно, на уровне, как говорится, красивый, ровный, нарезать им будет сложновато. Ну, в общем, я регистрируюсь к врачу через эту интернет-среду на прием. То есть, все, что мне нужно было сделать для того, чтобы получить новые права, заменить старые, это я зарегистрировался к врачу, получил номерок буквально на следующий день. Пришел, заплатил за справку у врача, прочитал нижнюю табличку, нижнюю строчку таблицы для зрения. То есть, зрение все еще функциклирует, все нормально. Ох, надавил лучка, аж слезу выдавил. И дальше, никаких бумажных справок, врач делает дигитальную справку, она, опять же, в моем интернет-личном деле. То есть, справка о том, что я, скажем, соответствую там на категорию B1. После этого, на следующий день, я захожу в авторегистр, опять же, в электронный авторегистр, печатаю, что я хочу поменять права, дальше, следуя инструкции, мне показывают фотографию моих старых прав, говорят, хотите ли вы новые, так, я говорю, да, хочу. Показывают, у вас действующая справка, начиная со вчерашнего дня, я подтверждаю, да, действующая справка, это моя справка. Дальше говорят, вас устраивает ли фотография, которую вы делали там полгода назад, когда оформляли новую Декарту? Устраивает, конечно, нормальная фотография, с бородой, все дела. Так, это ваша подпись, моя подпись. Все, сделайте ходатайство, куда вам, вы сами зайдете или вам выслать на дом. Секунду, я отвлекся. С томатом та же самая история, посмотрите. Тонкие, хорошие, ну, действительно, тонкие ломтики, но при каком-то именно, скажем, критическом рассмотрении, они все-таки недостаточно ровные. То есть, это именно такой, это нормальный мужской салат, но не праздничный. То есть, идет такая, все-таки, проскальзывание нет, нож заточен. Это факт. Но сама нарезка идет, как я говорю, не со скоростью мысли. Вот я взял помягче, уже со скоростью почти мысли. Нет, томат режется достойно, не буду вот прям так совсем нагонять. Нагонять, скажем, помидор 4 с плюсом. Ну, 4, ладно, будем критичны. Хотя для такой геометрии все-таки 4 с плюсом. Нормально, нарезал. Ну вот, и я говорю, конечно, на почтовый адрес. Почтовый адрес такой-то, да. Поставьте, пожалуйста, свою дигитальную подпись. Если вот у моего документа, вот у этого, есть просто пин-код, которым я пользуюсь, когда я захожу, то я могу подписаться дигитально с помощью другого кода, который состоит не из 4, а из 5 цифр. И я таким образом ставлю подпись. В Эстонии дигитальная подпись приравнена к физически. То есть, если я составляю договор какой-нибудь, например, с банком и ставлю подпись или перевожу деньги, или в данном случае вот заказываю новые права и ставлю подпись дигитально, вот эти 5 цифр, со своей вот этой вот ИД-карточкой, которая является моим документом, все. Это совершенно было полновесно, ту же самую силу иметь, как если бы я подписался, будучи в конторе. Через 3 дня я получил по почте права. В почтовый ящик пришел конверт, я открыл, порезал старые, чтобы они не попали там в руки каким-нибудь злодеям. И поставил на кошелек новые. Ну, нормально, так раз этот огурец так расколол довольно, довольно так, без ужасного совсем, скажем, хруста. Но вот идет, вот на огурце как раз на помидоре не было такого проскальзывания, а на огурце какое-то идет проскальзывание. Почему-то, видите, соскальзывает кле. Как-то я общего языка, вот первый раз нарезая, с кистенем не могу найти. То есть, нормальная, достойная идет нарезка продуктов для его геометрии и для ножа, который даже не походный, а боевой. Но какая-то недосказанность, скажем так. Ну, хотя, вот видите, я там уже капризничаю вполне ровно. Огуречные дольки получились более ровными, чем дольки томата. Я, вот будучи избалованным вот этой вот нашей эстонской инфотехнологической цивилизацией, задумался, а сколько очередей я не отсидел и не отставил. А, я еще забыл, я когда поставил там, что да, да, меня все устраивает, они говорят, сейчас вы оплатите пошлину. Сразу же автоматически вот с этого сайта меня перекидывают на мой интернет-банк, но так как я уже зашел с ЭД-карточкой, мне никаких паролей не потребовалось. Я нажал только хлоп, денежки улетели и меня вернули обратно с зеленой галочкой, что все, вы госпошлину уплатили. То есть, я подумал, сколько очередей я не отстоял и не отсидел, сколько времени мне сэкономило то, что я, скажем, вот так вот сделал все через интернет. Ну, хорошо, дальше. Прогресс. А, YouTube? Я сейчас стою, нарезаю маринованную паприку уверенными движениями. Скажу честно, ребята, нарезается ровно, но я продавливающий эффект использую. То есть, я додавливаю. Давайте попробуем теперь не давить. Ага, вот, вот оно в чем дело-то. Все, догадался, Эврика. Из-за этого есть помидорами и с огурцами. Все, нет претензий, претензии снимаются. Смотрите, у меня получается так, что я брюшком вот этим вот вначале как бы давлю на продукт, прохожу вперед и потом назад. И у меня получается такой эффект именно продавливания, вот, и потом раз-раз, и за счет этого неровно. А если взять, например, и нарезать просто одним движением вот так, к себе, то нет вот этого вот именно момента, когда давится. То есть, я, конечно, так нарезать не буду, я все равно буду нарезать так, как мне удобно брюшком. Но, или еще один, сейчас возьму еще один кусочек, и тогда будет все ясно. Орешек знаний тверд, но наш журнал, хочу все знать. Все, короче, мужики, если вы этим ножом нарезаете продукты, просто меняйте угол рукояти по отношению к нарезаемой плоскости. То есть, не вот так нарезайте, не надо себя баловать за счет того, что здесь именно это брюшко. Вот так выставляйте, где-то 40 градусов, и нарезка ваша будет, как песня, смотрите. Совершенно, совершенно другие эмоции. Вот оно. Ну, по крайней мере, выяснили. Синяя птица. То есть, благодаря интернету у меня есть возможность смотреть фильмы, читать книги, слушать любимую музыку, и не бояться, что у меня кассету зажует. Благодаря интернету я познакомился за последние 9 месяцев, за последние 11 месяцев, в следующем месяце канал Рахадыр год исполняется. За последние 11 месяцев я познакомился просто с хреновой тучей, просто замечательных людей. Таких людей, в существование которых я даже уже не верил. Ребята, я говорю о вас, о своих зрителях, о своих подписчиках, о людях, которые со мной общаются в ВКонтакте, пишут мне письма на мейл, общаются со мной в комментариях. Честно говорю, я даже не представлял, какое количество хороших людей у нас еще на нашей планетке есть. Я благодарен за это, вот нашему, скажем, вот этому прогрессу. Я сейчас говорю только за интернет. Плюс, а давайте, знаете, что сделаем? Давайте порежем курицу обратной стороной. Вот серрейтор. То есть, иногда я все-таки буду помогать основным, основной кромкой, потому что вот здесь, например, серрейтор, он слишком далеко. А вот разрезать мы будем серрейтором именно. То есть, просто, ну, новые эмоции, куча информации. Раньше не было столько информации. Ну, как бы здесь момент другой, что раньше люди жили и без этой информации, и были счастливы, и классно себя чувствовали. Потому что сейчас я познакомился с людьми, которые живут на Урале, в Забайкалье, там, я не знаю, в Сибири. Вот так резать нехорошо. Давайте так резать все-таки. Так резать уже замечательно. То есть, живут в самых разных близких и далеких местах планеты, но при этом близкие люди за счет этого прогресса, они стали дальше. Вот сейчас я себе чуть не порезал этим серрейтором палец в обратную сторону, на выходе, как говорится. Этот нож реально рассчитан на то, чтобы им причинять очень мощные раны. И вот опять же, поменял угол и совершенно по-другому режется. Я вижу в интернете только в двух смыслах, в двух аспектах реальное зло. То зло, которое, к сожалению, его нужно просто принять, с ним нужно бороться и должно бороться. Первое – это всяческие-всяческие формы извращений. Ну, это действительно интернет, это питательная среда для уродов. То есть, их стало тяжелее ловить, их стало тяжелее бить. Но это факт. Это нужно просто признать. Очень хорошо именно с таким продавливанием разрезают. Очень хорошо. Это нужно просто признать, что да, к сожалению, все вот эти вот вещи... Я даже не хочу перечислять вот именно, что это за вещи. Я думаю, что вы все понимаете, о чем я говорю. Это действительно, ну, интернет – это питательная среда для всяческого рода мразей, которых просто нужно действительно в самом легком случае линчевать, ну, вешать на столбах. Никаких там сроков и прочее, прочее. А в худшем делать так, чтобы остальные просто испугались и забыли о своей порочной натуре. И второй, не такой, скажем, страшный урон обществу от интернета, но лично для меня это просто неприятно. Люди перестали... Мужчины. Я за женщин сейчас вообще не говорю. Так вот, люди перестали отвечать за свои слова. Не то, чтобы они перестали отвечать за свои слова. Люди, именно общаясь в интернете, очень часто... Где тут? Вот хрящик. Очень часто позволяют себе вести себя так, как они никогда не позволили бы вести себя в жизни. И не потому, что могли бы отхватить вторец от своего собеседника. Нет. А потому, что нормальному человеку было бы стыдно делать какие-то вещи, которые он с легкостью делает в интернет-сообществе. К сожалению, это факт. То есть, можно... Извините за грубое слово. Пиздануть, не задумавшись. А потом написать. Слушай, да я не это имел в виду. Да, ерунда все. Ну, что? И когда ты говоришь человеку, понимаешь? Ну, а... И человек тебе говорит, слушай, так ты же со мной нормально общаешься. Я говорю, я с тобой нормально общаюсь. Именно потому, что мы общаемся в интернет-среде. Если бы мы общались тет-а-тет, я бы никогда так нормально с тобой не общался. Были бы совершенно другие слова и совершенно другие действия. Как говорится, более подходящие к обстановке. И я сейчас, ребята, не говорю, что я вот такой вот крутой и вот такой вот, ну, типа, там, мега-контролер вселенной заставляю всех отвечать за свои слова. Нет. Я с грустью статирую этот факт. Я с грустью могу за себя сказать, что тоже какие-то, может быть, фразы я бы в лицо все-таки... Ну, не забоялся бы, я бы, наверное, постеснялся бы какие-то вещи говорить, которые я говорю, скажем, в переписках в интернете или, например, ну, в тех же самых видео. То есть, есть какие-то пару вещей, которые я явно так вот в какой-то момент борщил. Именно понимая, даже не безнаказанность свою, а просто вот то, что ты не видишь своего собеседника. И это минус. Это минус. Люди, а я уж не говорю про действительно, скажем, каких-то людей, которые пытаются про тебя говно сказать и точно знают, что им за это ничего не будет. И потом, потом, тебе же пишут нормальные твои друзья, нормальные твои комрады в комментариях. Слушай, Дархадер, да забей ты на этих троллей, да забей ты на этих типа там дебилов. Во, рассердился. Да в чем проблема? Пускай там себе говорят, что хотят. Правда. Вот так вот мы стали относиться. То есть, раньше все вы, ребята, ну, скажем, в те времена советские, никто бы так не сказал, что значит, пускай кто хочет, тот и говорит. Мужчина что говорит, он зато подписывается, как говорится. А сейчас, ну, все просто признают физически, что, ну, грубо говоря, тебе же не достать этого человека. Ну, поэтому не трать себе нервы. Вот так вот. Вот это явный минус этой системы, я считаю. То есть, к сожалению. Я могу даже, ну, это, как сказать, поделиться, что очень был неприятно, удивлен. Тут было, ну, наверное, сколько, два, три, наверное, около пяти случаев, когда я столкнулся именно с какими-то движениями своих коллег по цеху. То есть, именно с движениями людей, которые тоже, скажем, занимаются видеообзорами на YouTube. Я был действительно неприятно, удивлен, потому что, с одной стороны, ладно, когда какой-нибудь, ну, дебилушка, я не знаю, дружище из какого ты города, но я тобой восхищаюсь. Ты действительно под каждым моим видео ставишь вот этот вот один единственный дизлайк. Есть видосы там, где там три, пять, шесть дизлайков, но вот то, что один, тот самый, я уже начинаю по тебе скучать, когда вижу, что какое-то время у меня выходит новый видос и нету пальца вниз. Но потом все нормально, значит, человек вышел на связь, поставил дизлайк. Мне нравится, что у меня есть такой поклонник. Почему бы и нет? Так вот, проблема в том, что ты ожидаешь от людей, которые занимаются тем же самым, что и ты, какого-то нормального, уважительного отношения, адекватного отношения. Ну, я могу, к сожалению, не называя, конечно же, никаких имен, зачем. Все все понимают, все и так меня сейчас слышат. Причем все вот эти вот люди, я уверен, они смотрят это видео. Так уж, так уж довелось. Что, как бы, к моему удивлению, далеко не все движения моих коллег по цеху, интернет, вот эти вот потуги, они носят гетеросексуальный характер. Получилось. Получилось выразить свою мысль без какой-либо ругань. То есть, не буду о грустном, буду о веселом. На самом деле, в любом случае, прогресс – это здорово, это замечательно. Но вот такие два момента, связанные конкретно именно с интернетом, с интернет-средой. Один мне крайне неприятен, а второй меня просто печалит. Раз уж так получилось. Резюмирую по ножу. Я скажу так. Безусловно, как и ожидалось, приготовление продуктов – это не стихия ножа-кистей. То есть, если вы человек неприхотливый, если вы человек, просто скажем, такой нормального уровня брутальности, вам никакой помощник ему не нужен. Вы берете его куда-то там с собой в лес, например, и вот, пожалуйста, все, что здесь порезано было. Понравилось, как порезал томаты и маринованную паприку, когда я изменил угол. Если изменить угол, я уверен, что он и огурцы лучше порежет. То есть, с этим не будет проблем. Но, если вы, скажем, такой походный эстет и любите получать удовольствие от приготовления пищи, то, наверное, лучше стоит к этому вот ножу взять вторым номером какой-нибудь тонюсенький небольшой ножичек. Просто для удовольствия, чтобы им можно было все быстро-быстро-быстро по карамсать, построчить. Это реально такой вот нож, который он справится с готовкой продуктов, но действительно не его стихия. Очень интересно, что он нам покажет на уличном тесте. Спасибо за просмотр. Еще раз огромное вам спасибо. Огромное-огромное вам спасибо за то, что вы все есть. Я действительно благодарен интернету. Я, кстати, хотел похвастаться, что Skype – это эстонская компания, но забыл. Так что будем считать, что я не похвастался. Ну, мне действительно очень приятно, ребят, что я благодаря интернету с вами со всеми познакомился и общаюсь. И действительно все самое интересное у нас на канале впереди. Всего доброго.